МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это не кадры из фильма ужасов. Это поселок Кадыгчан, который находится в 730 километрах от Магадана. Здесь все выглядит так, будто жители просто исчезли. В гаражах стоят автомобили, двери магазинов открыты, в домах на полках пылятся книги, а на всех календарях здесь до сих пор 2003 год. Это большой, так скажем, рабочий поселок, шахтерский поселок. Он стоял из старого Кадыгчана, нового и новейшего. Хорошие дома, пятиэтажки, девятиэтажки. Были детские сады, кинотеатры, больницы. Ну, то бишь, школы были и не одна школа. Но все это осталось в прошлом. О том, что когда-то здесь кипела жизнь, напоминают лишь пустые дома и брошенные вещи. В 2003 году местные жители буквально в один день покинули Кадыгчан. Но что заставило людей оставить свои дома и бежать прочь из проклятого поселка? Складывалось ощущение, что все жители ушли в один день, оставив в пустом городе незапертые дома, автомобили, драгоценности, дорогие вещи. Сейчас бывшие жители Кадыгчана вспоминают, что постоянно ощущали необъяснимое чувство страха, как будто город намеренно, день за днем, выгонял своих жителей. Дорогая аппаратура, которая привезена была с материка, за которую были заплачены большие деньги в свое время, автомобили, иномарки, все. То есть как будто город... Вот исчезли люди, просто исчезли, как в Бермудском треугольнике. Корабль идет, а экипажа нет. Эти города называют призраками. Там есть все. Дома, школы, больницы, автомобили. Но нет ни одной живой души. На улицах царит пустота и звенящая тишина. В них навсегда остановилось время. Мертвые города один за другим исчезают с географических карт, но на самом деле остаются, как живое напоминание трагедии тысяч его жителей. С ивенского языка Кадыгчан переводится как долина смерти. Город призраков, город мучеников. Как только не называют это место. Сегодня в Кадыгчане нет ни одной живой души. Бывшие жители не приезжают сюда. Но почему это место носит такое название? Какие страшные события происходили на этой земле? И почему люди осмелились построить на проклятом месте поселок? Витавтос Норкус был одним из жителей необычного поселка. Он вспоминает, еще в детстве прямо возле домов располагалась огромная зона, огороженная колючей проволокой. Детьми мы гуляли, смотрели. Ну, тайга буквально вышла. Ну, там не назовешь тайгой, а вышел. Уже поселок начинается там в сопке. Вот. И, в общем-то, находили столбики маленькие. Думали, что это геологи оставляли свои следы. Но в дальнейшем узнали, что это были захоронения заключенных. С этих столбиков начинался так называемый четвертый Кадыгчан. Место, которое называли поселком мертвых. Вся территория заброшенного поселения – это огромное кладбище. Кладбище было на сопке. Вот. Жгли баллоны, потому что там вечная мерзлота. Копать это очень сложно. Кайло, резиновые баллоны. И, в общем-то, там же вот в наших краях размыло берега Колыма, вышло из берегов. И были трупы. Думали, что вот... Оказалось, что это заключенные, которые были расстреляны еще во времена Сталина. То есть прямо на берегу реки лежали мертвые люди. В телогрейках, с бирочками. В середине прошлого века на территории Кадыгчана размещался один из самых страшных колымских лагерей – ГУЛАГ. Ужасы, которые там происходили, описывал известный писатель Варлам Шаламов. Он с 1937 года отбывал заключение в лагере, который находился на месте нынешнего Кадыгчана. Тогда на месте города был пустырь. И туда свозили заключенных для того, чтобы они в лютых условиях с нуля отстраивали будущий поселок для шахтеров. Были реальные истории, основанные просто на жестокости надзирателях, которые относились к заключенным. Был строителем нашей Кадыгчанской шахты. Ну, просто как бы из его рассказов я поняла, что там в Кадыгчан никто ехать не хотел из заключенных, потому что отличался надзиратель, отличались своей жестокостью. Колымский лагерь – одно из самых суровых мест заключения советского периода. В годы ГУЛАГа на месте будущего поселка было совершено множество жестоких убийств. Тысячи заключенных умирали от тяжелых болезней или от холода. Ведь работать приходилось в жесточайших условиях, при температуре минус 50 градусов. Никто за ними не следил, никто их не кормил. Труд был адский. Все на себе тащили, потому что транспорта тоже такового не было. Но когда они, соответственно, погибали от всех этих условий, куда их вмешено в мерзлоту, никто не будет копать могилу. Просто-напросто их зарывали даже в эти дороги. Поэтому и говорится, что там дорога на костях. Не только дорога, которая ведет в Кадыгчан, но и сам город стоит на костях тех людей, которые его встроили. Он хранит в себе мертвую энергетику, считают исследователи. И здесь никогда не будет счастья живым. А все потому, что души умерших заключенных считали весь поселок своей территорией. Это было формирование на какой-то подключке к каким-то определенным энергиям. И вот эти каналы, связи, они давали возможность человеку немножко больше чувствовать, видеть, слышать, осязать, ощущать и так далее. То, что между миром мертвых и миром живых существует энергоинформационный обмен, еще в 20-х годах прошлого века предположил известный советский ученый Владимир Вернадский. Академик говорил о существовании некой ноосферы, области в космическом пространстве, в которой накапливаются знания и эмоции целых поколений людей. Современные ученые считают, что Вернадский был не так далек от истины. Между Вселенной и Землей действительно существует необъяснимая связь. Так все негативные эмоции людей накапливаются в некой сфере, которая располагается в космическом пространстве, а затем все это возвращается обратно на Землю, образуя места, где скапливаются негативные энергетические сгустки. Это или места силы, или места энергоинформационного обмена. Скорее всего, есть потоки, которые идут между нами и Вселенной, то есть между планетой Земля и огромным нашим космосом и галактикой. Возможно, туда попадают какие-то лучи, изломы и какое-то информационное поле. То есть и тогда и животные это чувствуют, и люди, они стараются туда не ходить. История современного Кадыгчана уже началась с трагедии. В начале 30-х годов прошлого века, когда заключенные строили поселок и трассу рядом с ним, большинство из них погибли прямо во время работы. Произошло так, что, по-моему, очень низкая температура была, порядка 60 градусов, минус 60 градусов. И вот на этом участке дороги погибли, просто вот заморозились около 300 человек заключенных, включая охранников, ну, и надзирателей. И просто после этого стали назад этот участок дороги, долина смерти. Местные жители знали, что живут на костях, но покидать свои дома не решались, пока в поселке не произошла страшная трагедия. В 1996 году в местной шахте по добыче угля прогремел взрыв. Он произошел в ноябре месяце, погибло 6 человек. Официальная версия взрыва – это скопление метана и его возгорание. То есть 4 человека там погибло сразу, насколько мне известно. Один человек пытался выбраться, ну, просто задохнулся угарным газом, а шестой человек попытался помочь остальным, но тоже не дошел до них, потому что скопление угарного газа просто-напросто тоже задохнулся. А дальше что? Ну, после этого шахту закрыли. Существует легенда о том, что в ночь перед взрывом один из шахтеров увидел во сне человека в тюремной форме. Тот сообщил, что отныне уголь в этом месте будут добывать они – узники концлагеря. А утром случилась трагедия. Был ли этот сон предупреждением, в котором мертвые заявляли, что живым в Гадыкчане не место, остается загадкой. Однако после взрыва восстанавливать шахту не стали, хотя это месторождение считалось одним из самых богатых в России. На угле, который там добывали, работала аркоголинская ТЭЦ и питала электроэнергией две трети Магаданской области. Тем не менее, добычу остановили. И хотя можно было работать в соседних поселках, кадыкчанцы стали уезжать. В 2003 году практически все жители покинули свои дома. Сегодня кадыкчан мертв. Исследователи утверждают, места, где происходила массовая гибель людей, необходимо освещать, иначе души умерших не дадут спокойно жить на этом месте живым. 10 апреля 2010 года, Варшава. В небо только что поднялся Ту-154М, 36-го специального авиационного полка воздушных сил Польши. На борту 96 человек. Делегация высокопоставленных лиц государства во главе с польским президентом Лехом Качинским и его супругой. Самолет направляется в Катынь. Там уже через несколько часов с участием главы Польши должны начаться траурные мероприятия, посвященные памяти расстрелянных польских солдат во время Второй мировой войны. Они собрались, в общем-то, устраивать, как бы сказать, тризну по убитым полякам. Кем они, я сейчас не поднимаю вопрос, кем они были убиты, даже из пущенка воды. Но вот эта вот совершенно нездоровая реакция Польши на вот это событие, господи, тем более к стране, у которой 30 миллионов потеряли. Если там даже и были убиты НКВДшниками 4 тысячи поляков, то порядка 150-200 тысяч советских солдат павал в боях за Польшу. Через 20 минут на аэродроме Смоленск-Северный запланирована посадка. Но ко времени приземления в районе над аэродромом резко портится погода. Наблюдается низкая облачность и туман. Видимость у пилотов минимальная. Сажать самолет в таких условиях очень опасно. Но несмотря ни на что, в 10.30 по московскому времени решено идти на посадку. В тумане лайнер задевает верхушки деревьев и, не долетев до взлетно-посадочной полосы всего 2 километра, падает в лесу. Весь экипаж и пассажиры погибают. Место, куда упал самолет польского президента, почти все исследователи считают проклятым. На протяжении нескольких столетий там проливалась кровь невинных людей. Из рассекреченных военных архивов известно, что еще в начале Первой мировой войны под Катынью погибли 22 пленных солдата польской армии. Согласно архивным документам, их в 1940 году расстреляли сотрудники НКВД. Сразу после гибели самолета с польским президентом и в польских средствах массовой информации и наших, по средствам массовой информации, я предназначаю, интернет в том числе, появились версии о том, что под Смоленском находится какое-то гиблое место, аномальная зона, в которой погибли и поляки, 4 тысячи польских офицеров, и раньше люди гибли, и вот погиб польский президент. Однако это не единственная трагедия, произошедшая на этом месте. В древних летописях исследователи нашли упоминание о Катыни, датированное IX веком. По легенде, недалеко от этого места находился город, название которого до сих пор никому не известно. Но в том, что город-призрак действительно существовал, историки не сомневаются. Доподлинно о существовании заселенной территории на этом месте стало известно в 1862 году, когда рабочие, которые прокладывали здесь дорогу Москва-Варшава, стали находить золотые монеты и осколки глиняной посуды. Тогда же археологи выдвинули версию, что на этом месте мог находиться древний город. Но один загадочный факт не давал покоя исследователям. Город-призрак не значился ни в одной летописи, несмотря на то, что располагался рядом со Смоленском. Это город, которого нет. Тем не менее город, которого знают все историки и археологи Европы. Потому что это гнездо, это не только российское национальное достояние, но и достояние скандинавских стран. Шведы, норвежцы считают этот город своим. Но, тем не менее, никто не знает, как он называется. Потому что гнездо – это название близлежащей маленькой деревушки, которую действительно никогда бы никто и не знал, если бы не этот город. А открыли его случайно, в 1862 году. Так историки решили, что город-призрак будет условно именоваться по названию ближайшей деревни Гнездо. Более того, подробно изучив сохранность находок – золотых украшений, монет, предметов домашней утвари – археологи предположили, что жители загадочного города могли покидать его в спешке, как если бы спасались бегством. Бросили, видимо, под страхом какой-то страшной силы, какого-то проклятия, что туда больше никто не возвращался. Ни в Гнездово, ни в Курган. А гнездовские Курганы – это Курган, если всей знати, которая жива, причем и в Гнездово существовало порядка, ну, 250 лет. Но какая страшная сила могла заставить людей в одночасье покинуть свой город? Продолжая исследование этой загадочной местности, историки оказались на пороге удивительного открытия. Неподалеку от возможных границ города они обнаружили масштабные захоронения. Историки были шокированы. Получалось, что покинув свой город, жители Гнездово создали на его территории огромное кладбище, где, скорее всего, хоронили своих убитых врагов. Сумкурганов там по одной оценке 4 тысячи, по другой оценке 5 тысяч. Сумкурганы, они невысокие, где-то 15 метров, 10 метров. А раньше они, видимо, были даже и до 20 метров, ну, за счет всяких эрозий почвы, за почти 1200-1300 лет. Эти курганы, в общем-то, понизились, но, тем не менее, они сейчас видны. Однако вскоре выяснилось, что история Катыни хранит еще несколько трагедий. Так оказалось, что во второй половине 19 века по указу Александра Второго в это место свозили трупы умерших заключенных из тюрьмы, которая находилась неподалеку от современного Витебского шоссе. Так Гнездово стало территорией мертвых, местом, куда живые приходили только чтобы хоронить. В середине 19 века своих покойников три смоленские тюрьмы хоронили именно вот в этих Козьих горах. Довольно много покойников оказалось. Спустя еще 40 лет реформатор Петр Столыпин построил неподалеку от Катыни еще одну каторжную тюрьму. А умиравших арестантов вновь стали свозить в то место, которое уже стало частью Большого кладбища. Но однажды, когда тюремщики отвозили мертвых заключенных, они обнаружили в этом лесу древние курганы. Удивительно, но захоронения были совершенно не тронуты. А это означает, что в них, возможно, сохранились и старинные реликвии, и монеты. И об этом доложили Столыпину, министру Музеринского дела тогдашнего, а позже премьер-министру. Во избежание огласки Столыпин отдал приказ осмотреть земли тайно. Масштаб экспедиции, которую снарядили по его приказу, был просто невероятным. На место была доставлена саперная рота, которая производила раскопки. Эксперты из Петербургской военно-медицинской академии и даже сотня казаков. И рота жандармов, которые оцепили этот район. Район был оцеплен, но туда и так народ не особо находил. И нашли огромные могильники. Могильники 12 века, 13 века. Чьи? Практически непонятно. Потому что там, естественно, вещей не было. Просто были костики. Останки людей. И примитивная одежда. Врагов хоронили без подсветки, без каких-то предметов. Из архивных документов известно, что проведя раскопки некоторых курганов, люди Столыпина обнаружили там древние монеты, драгоценности. Невероятно. Но несмотря на высокую стоимость и ценность находок, Столыпин приказал все зарыть обратно в землю. Но почему? Исследователи утверждают, что помимо древних артефактов, реформатор обнаружил там металлическую табличку, на которой было на древнерусском языке начертано проклятие тому, кто посмеет разграбить эти курганы. Не поверить в то, что его наложили обладатели этих драгоценностей, было сложно. Ведь многочисленные могилы были реальным подтверждением, что проклятие работает. В Недовских курганах хоронили знать, насыпали курган, устраивали тризну. Не зависит от того, что положение было, или это посажение, все равно это отмечали. Вместе с викингом, или там князем русским, к калле, и захоронения были лошадей, и сбруи, и оружие, и драгоценности. По результатам этих раскопок был написан отчет в трех экземплярах. На всех стояла печать высшей степени секретности Российской империи. Однако дальнейшая судьба этих отчетов неизвестна. Времена изменились, началась революция, потом гражданская война, наконец-то террор. И НКВД, естественно, стал свои жертвы хоронить тоже в Козьих горах. И, наконец, Великой Отечественной войны. И вот поляки утверждают, что сотрудники НКВД расстреляли 4 тысячи польских офицеров, и опять же в этом уродишь Козьи горы. Самое интересное, что между могилами поляков жертв царизма, ну, Столыпина, жертв НКВД расстояние буквально, они, то есть они даже накладываются друг на друга. Исследователи убеждены, что Катынь – проклятое место. Неслучайно несколько веков подряд здесь гибнут десятки тысяч людей. Несомненно, это место силы, которое не дает жизнь, а отнимает ее, заставляет людей бежать из своих домов и никогда не возвращаться. Сегодня площадь так называемого Гнездовского комплекса составляет 375 тысяч квадратных метров и является крупнейшим курганным могильником в мире. Но почему именно Катыньская земля оказалась пропитана кровью тысяч людей разных эпох? Экстрасенс Альбина Слуцкая уверена – у Катыньского места с древних времен была особая энергетика. Все слышали о местах силы, и многие люди едут туда, чтобы поклониться чему-то. А обратная сторона медали – это те места, которые считаются гиблыми. Это могут быть такие места, как старинные погосты или даже просто кладбища, которые не зря и не просто так огораживали забором. Экстрасенс утверждает – одного проклятия достаточно для того, чтобы место стало притягивать к себе зло. Люди на таких местах долго и тяжело болеют, а затем быстро умирают. Иногда, когда приходишь на это место, и обычный человек просто может подумать, что ему там не очень хорошо себя чувствовать, человек, который обладает какими-то способностями, он может увидеть множество фантомов, которые просто движутся или пребывают на этом месте, не отходя оттуда. В Белоруссии, не буду сейчас называть город, есть один городок, очень маленький, и там проходили бои. И на этом месте решили построить стадион детям. А когда исторические справки подняли, когда начали копать стадион, нашли солдатские сапоги. Белорусскую находку сразу отправили на экспертизу. Вскоре выяснилось, что найденные атрибуты формы принадлежат солдатам итальянской и немецкой армий. Поэтому историки пришли к выводу, что когда-то это место могло быть полем масштабных сражений, где погибли сотни людей. Стадион строили, 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 строили 12 лет. Может быть, больше. Он не строился по каким-то причинам. Пока в итоге не вызвали саперов, не откопали всех покойников, не захоронили их. Целый митинг по этому поводу был. Пригласили государственных деятелей из этих стран. Осветили, захоронили. И теперь стадион построили за два года. Исследователи уверены, что если тела убитых и погибших людей не захоронить, то на местах их смерти будут происходить несчастные случаи. Темная энергетика будет выживать людей с этой территории. Так произошло с жителями одного из поселков в Молдавии. Сегодня не верится, что когда-то на этом месте был цветущий поселок Гаркеуце. Трудно поверить и в то, что еще совсем недавно здесь жили люди. Ведь сегодня нет даже таблички с названием села. Хотя поселок-призрак все еще обозначен на карте Молдовы. Когда-то здесь проживало около 30 семей. Небольшой поселок. Там буквально, наверное, где-то из 30 домов. И все эти 30 домов стоят на месте колоссально мощного древнего захоронения людей. Причем на этом месте хоронили в основном людей, которые по тем временам, по тем законам, в чем-то провинились. То есть это убийцы, насильники. О том, что на месте поселка было кладбище, местные жители стали догадываться, когда заметили, что практически на всех фотографиях заметны загадочные светлые пятна, напоминающие размытые силуэты людей. Сначала все списывали на дефекты пленки. Но вскоре не замечать эти сущности стало невозможно. Они были на каждом снимке. Очень много вот этих энергетических сфер, там, в виде людей, да, их мыслей и так далее, которые присутствуют на этом месте. Поэтому, соответственно, иногда бывает такое то, что само по себе пространство очень положительно, а появляется какая-то группа людей, из-за которой потом там возникает очень много негатива. Совсем недавно ученые нашли объяснение этому невероятному явлению. Они выяснили, что энергетика человека несет в себе огромную скрытую силу. Сгустки любой энергии, положительной или отрицательной, остаются в пространстве даже после физической смерти человека. Удивительно, но исследователи также выяснили, что негативная энергия сохраняется в пространстве гораздо дольше. Именно поэтому молдавский поселок обречен. Ведь на его месте когда-то хоронили воров и убийц. И очистится это место еще очень-очень нескоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Чтобы добраться до деревни с красивым названием Заречи, нашей съемочной группе пришлось проделать долгий и опасный путь. Сначала на машине, потом на лодке. Забытый богом и людьми поселок находится на самом краю Тверской области. Здесь всюду валяются старые вещи, мебель, детские игрушки. Деревня выглядит так, будто жители в ней до сих пор есть. Вот стул, на котором только что кто-то сидел и смотрел на воду. А быть может ловил рыбу. Ощущения, будто хозяева ненадолго отошли. И вот-вот вернутся. Во времена советской власти здесь жило порядка 400 местных жителей. Люди занимались тем, что ловили рыбу, сажали картошку. Ну, собственно, и отвозили ее уже на материк, на большую землю. Деревня Заречья находится на одном из трех островков большого поселения Петроозерье. Сегодня все они мертвы. Несколько лет назад жители окончательно покинули эти места. Здесь был клуб, где крутили кино в свое время. Здесь была церковь, здесь была школа. То есть, ну, достаточно серьезная инфраструктура для такого, так сказать, богом забытого места. На одном из трех островов была школа, на другом церковь, на третьем местный клуб, где когда-то на старом кинопроекторе для всей деревни показывал кино механик из Сочи Виктор Минеев. Сегодня он единственный из всей деревни остался жив. Были двое, были здесь. Но они умерли в той деревне. Двое были. Они умерли. Вот года два, как один умер, последний. Вот. А так все уехали. Что-то быстро умирает народ. Вот так одно время все, я и почту носил людям, а потом смотрю, нету, нету, смотрю, остался один. Он очень умирает быстро. Здесь жителей, конечно, всех помню, что я застал. Да и не застал, я кино ставил, но с тех пор много было. Детей много было. Я когда приеду купил дом, здесь было 41 человек. В Заречи на глазах стало превращаться в заброшенную местность. Все тропинки в деревне заросли травой. Теперь нет ни дорог, ни света, ни воды. Зимой Виктор пьет талую воду, летом – озерную. И вот в нее нагружу снегу. Сюда подвезу. В тазик. А из тазика в чугун. Вот. А потом из чугуна, если надо, мне в чайник, в чайник. Уже если надо, в кастрюльку, в кастрюльку. Из озера. Ну, я все время ее кипячу. Так, когда на лодке плыву, я из озера пью. В летнее время жарище. Несколько лет назад, вспоминает Виктор, жители стихийно стали покидать деревню. Вскоре остались одни старики, но и те вскоре умерли. Виктор уверен, что знает причину, по которой остался один. Место, где построена деревня, проклято. Не зря существуют какие-то места, которым людям ходить запрещено. И бабушки, и внукам испокон веков говорили, что дальше вот этой делянки грибы не собирай. Или дальше этого забора не заходи. То есть есть какая-то защита, какое-то информационное поле. Чтобы определить, что именно произошло на этой территории много лет назад, историки изучили все местные архивы и нашли причину, по которой это место называют проклятым. Невероятно. Но еще во времена Петра I сюда свозили пленных шведов. А все потому, что все три острова Петра Озерия окружены непроходимыми болотами, выбраться из которых без опытного проводника невозможно. По одной из версий, сюда привозили пленных шведов. Петр I ссылал сюда. Также была версия, что тот же Петр I ссылал сюда староверов. Историки утверждают, что некоторые из староверов обладали необъяснимой сверхсилой. Они могли вызвать дождь или заговаривать болезнь. И именно они, по мнению исследователей, прокляли земли, на которых были в заточении. Говорят, что иногда можно услышать, если там где-то вблизи находишься, из-под воды идут и удары колокола, и стоны людей, и какие-то бывают по утрам или вечерам сумерках какие-то тени. Предания говорят о том, что после смерти тела староверов не хоронили, а просто сбрасывали в болото. Некоторые исследователи считают, что их души не попали в загробный мир и до сих пор обитают между небом и землей, где не могут найти покой. И именно поэтому живым здесь не место. Бывает, когда вообще появляются какие-то сущности в виде духов, в виде душ умерших. Исследователи считают, что между миром людей и миром духов существует тесная связь. Иногда случается так, что духи с людьми не могут поделить одну территорию. В этом случае человек испытывает постоянный страх, ощущает чье-то незримое присутствие, видит во сне давно умерших людей. Даже животные на таких местах долго не живут. Исследователи утверждают, что так призраки умерших заявляют свое право на жилище. Когда разворачивается подобное столкновение между двумя мирами, люди, как правило, проигрывают в этой схватке. Единственный шанс на спасение это отступить и покинуть территорию, занятую мертвыми. То есть вот эти вот зоны, которые называли в старину проклятые места, святые, благостные места, уже это все люди впитывали. Как они трактовали специалисты? По-разному. Одни с точки зрения православия, другие с точки зрения языческих верований. Еще на Руси был древний и странный обычай. Прежде чем возводить храм, на выбранном месте ставили кол и на него вешали мясо убитого животного. После чего наблюдали за тем, как это мясо будет гнить. Быстро гниет. Значит, тут не та атмосфера. Если мясо долго держится, обдувается ветрами чистыми, так сказать, нет, мало всяких там вредных насекомых. Значит, вот на этом месте возводили храмы. Кроме того, на Руси существовали особые люди – крестознавцы. Они обладали уникальными способностями и могли считать энергетику места и рассказать, что происходило на этом участке земли много лет назад. Крестознавцы безошибочно выбирали добрые места для строительства будущих храмов или даже городов. Свои приемы, свои хитрости, то есть этому учились. Не просто так, а пришли, увидели красивое поле, значит, и начали без оглядки строить. Нет. Тогда, во-первых, старожилов выясняли, а не проклято ли это место, а что здесь происходило. А если рядом чистая вода и питья, и для хозяйственных различных нужд. Какие ветры дуют. То есть целый комплекс. Для наших предков основание города было связано с особым священным ритуалом. Прежде чем начать возводить град, жрецы взывали к богам, просили разрешения начать стройку. В древние времена, когда люди бы полностью соприкасались с потусторонней силой, когда они с ней считались, они слышали, они воспринимали и взаимодействовали с ним, соответственно, с ней, соответственно, взаимодействовали с пространством. Попросив высшие силы о помощи, древние по полету птиц определяли их волю. Если птица спокойно пролетает над местностью, значит, место свободное от злых духов, и на нем можно возводить город. Птицы не летают, там зверь не бегает. Уже это настораживало человека. То есть вот эти вот зоны, которые называли в старину проклятые места, святые, благостные места, уже это все люди впитывали. Как они трактовали специалисты? По-разному. Одни с точки зрения православия, другие с точки зрения языческих верований. Сегодня знания и умения крестознавцев полностью утеряны. Однако существует легенда о том, что в 18 веке у Никольского крестца жил знаменитый мастер-крестознавец Никифор. Жители окрестных городов просили его проверять, на добром ли месте стоит их город. Никифор приносил на крестец несколько небольших колокольчиков, подвешивал их на столбе и начинал, что есть силы, бить в них. По звону мастер определял, доброе это место или нет. Умер Никифор в глубокой старости, но так и не смог оставить после себя учеников. Ушли вместе с ним древние знания. Но согласно легенде, Никифор перед смертью спрятал свои записи, а в них карту, на которой были обозначены те места, где стоит основывать города. Когда вот говорят о покинутых городах, это меньше всего затракивают Сибирь. Ну, действительно, если посмотреть историю, ну, вроде считается, что до 16 века вся Сибирь, это были, так сказать, небольшие укрепленные там центры, торговые городки, то есть как бы не было больших городов, что вот люди покидали, процветал город. И, тем не менее, находят уже вот исследователи 19-го, 20-го веков, уже находят вот эти непонятные городки, почему они брошены, что произошло, какие события, то есть объяснений пока это не поддается. Рыбинское водохранилище – настоящее рукотворное море. Оно было создано в конце 30-х годов прошлого века и находится в Ярославской области. В летний сезон, чтобы искупаться в нем, люди съезжаются не только со всей округи, приезжают даже из соседних городов. Но мало кто знает, что под толщей воды на самом дне Рыбинского моря похоронен целый город. Это, можно сказать, преступление. Можно было сделать меньше уровень водохранилища, и Малога была целая, и таких больших площадей не было затоплено, и масштабы переселения были бы, ну, по крайней мере, вдвое меньше. Николай Новотельнов – один из жителей Малоги, города, который затоплен и находится на дне Рыбинского водохранилища. Когда-то там проживало больше 7 тысяч человек. Было 9 учебных заведений, 11 заводов, 3 библиотеки, развлекательные клубы. Горожане вели размеренную жизнь. Но теперь все это в прошлом. О том, что Николай Малакжанин, напоминают лишь старые фотографии. Ведь его родной город теперь находится на глубине 30 метров. Николай вспоминает, как однажды приехали чиновники и сообщили, что на месте Малоги будет строиться водохранилище. Была очень большая разъяснительная работа, что это все идет на благо людей, что будет гидроэлектространция, будет восстановлено судоходное движение вплоть до Москвы, что будет рыбное хозяйство большое. Вот эти три фактора, значит, были таким пропагандистским, ну, может, не трюком, а сопутствующим, чтобы успокоить народ, что это не напрасно делается, что это дело все на благо народа делается. В 1935 году началось строительство Большого Рыбинского гидроузла. Уже осенью 1940 года русло Волги перекрыли. Началось наполнение водохранилища и затопление населенных пунктов. Под водой исчез город Малога. 700 сел и деревень, 40 храмов и 3 монастыря. Около 150 тысяч человек было переселено. Но были и те, кто просто не мог переехать. Около 300 человек не пожелали покинуть свои родные места и решили умирать вместе с Малугой. То есть люди основываются на рапорте, рапорте начальника НКВД. То есть в нем даже указалось конкретное количество человек, 294 человека. Но там идет добавление к этому рапорту, что к людям были примены меры силового воздействия. То есть что это за меры, мы не знаем. На переезд людям было отведено несколько лет. Николай Новотельнов вспоминает, перевезти нужно было все имущество, включая сам дом. Кирпичные дома, конечно, все не подлежали переносу. А деревянные дома, те, которые более-менее сносные, не гнилые, не полуразрушенные, они подлежали переселению. А те, которые не подлежали, ну что же, давали ссуды на переселение, и люди уезжали, переселялись. Кто в Ярославль, кто, значит, в Рыбинск. А те, которые подлежали сносу, дом передавали системе Волгостроя. Ну, можно было и самим переносить. Потому что, если были мужчины такие, сведущие в строительном деле, они сами разбирали, дом перевозили к воде, делали плот на этом плоту, ну и вниз по Волге отправлялись, и уже где-то выкатывали эти бревна, и возводили дом на новом месте. Плоты, сделанные из подручных материалов, разваливались прямо в воде. У многих просто не было сил на такой переезд. Были и такие, кто решил остаться. Надо было сломать дом, отметить, потом сломать, потом перевезти. Очень тяжело, очень. Столько было слез, сколько раз был пленум городской, для того, чтобы быстрее выезжали. Приказы были от горосполкома. Был тогда Назаров, председатель горосполкома. Давал, значит, прямо наказы и предупреждения. И показывал, какие дома вот в это лето, какие в это лето, и какие дома, значит, была комиссия невозможной к этому, к выселению. Плохие уже в таком состоянии. Ой, слез было. Это ужас что-то. О деталях переселения людей во время строительства Рыбинской гидроэлектростанции стараются не вспоминать. Слишком много в этой истории темных пятен и поломанных судеб. Так известно, что во время этого переселения произошла масштабная трагедия. Целый корабль вместе с пассажирами ушел на дно Волги. Водим пароходик. И вот на этой стороне он подстал, причалил, привязали его к пристани. Ну и народу скопилось много, и все они, значит, вот туда набились в этот теплоход. И так получилось, что, видно, перегрузили в одну сторону. Как только чалки от нее отдали, и тут же теплоход свернулся и пошел на дно. Перевернулся. Вот такой мороз с 20 с лишним градусов и оказались, вот те еще, которые наверху-то повыплыли, а те, которые там в трюмах, там трюм был, там все погибли люди. Так не было никакой тут сведения, сколько погибло, но погибло очень много. Об этой трагедии так старались забыть, что сегодня о ней известно только очевидцам. Другой информации просто нигде нет. Именно поэтому о том, сколько еще погибло людей, перебираясь через Волгу, можно только догадываться. А в 1947 году Малогу затопили окончательно. Во время строительства Рыбинского водохранилища были взорваны церкви, снесены дома, памятники, архитектуры. Под воду ушли как руины, так и уцелевшие части Малоги. Вместе с ними и кладбище. Совершенно страшная картина открывается, когда озеро мельчает и из воды начинают торчать кресты. Это в каком году, я уже не помню. А это приблизительно где-то лет 10 назад. Малогское кладбище вышло из воды. И вот наши родители, те, кто родился в Малоге, они как раз поехали на катере, вышли на это место и ходили и искали могилы своих родителей. И многие нашли могилы своих родителей. Вы занимаетесь? Ну, сейчас оно опять ушло под воду. Это где-то метра два. Бывшие малакжане приходят к водохранилищу лишь для того, чтобы отдать дань памяти похороненным на этом месте родственникам. И каждый год они с надеждой ждут жаркого лета, чтобы Рыбинское море обмельчало, и они смогли увидеть руины родного города. Существует еще много таких историй, когда и церкви уходили под воду, и эти озера оставались с освященными, и люди потом брали оттуда воду, и она становилась целебной. Что касается... Это когда была затоплена церковь. Что касается кладбища, конечно же, здесь не может быть никакой целебной воды, и эта энергетика не будет нести ничего хорошего, здесь не будет водиться рыба, не будут гнездиться птицы, и, скорее всего, люди не будут ходить туда купаться, а если будут ходить плавать и загорать, то там будет большое количество несчастных случаев. Субтитры создавал DimaTorzok